Начнем под нашу послематчевую пресс-конференцию. Сергей Александрович, вам слово. Несколько слов. Мы довольны результатом. Взрыва была сложная. Стоял тяжелый соперник. Ребята все старались, пытались играть по плану. Ключевые моменты, проявили хладнокровие. Мы хорошо сыграли, наши спецбригады хорошо сыграли. И вратарь выручил ключевые моменты игры. Павел Павлович, вам слово. Скажем так, что настраивались. Настраивались. Нам уже шестая игра. Одна с его победой. Нужны были очки. Нужен был результат. Но не смогли, не смогли во втором периоде. В первом периоде вне волнения сказалось, что вот эти удаления втроем остались, когда забивали гол. Со сменой два защитника левых выскочили. Получили ненужный гол. Еще раз было удаление опять такое же. Со сменой на нарушение состава. То есть, сказалось волнение. Хотели, может быть, слишком большое желание. Но выиграет тот, кто больше забивает. Конечно, два гола с командой. Скажем, это не значит, что для победы. С таким хорошим результативным нападением противника сложно было бороться. Коллеги, вопросы? Да, вопрос Сергею Зубову. Сергей Александрович, с победы у нас в первую очередь. И вопрос, вы в последнем матче не были довольны дисциплиной. Вот сегодня. Довольны ли вы тем, как команда сыграла с точки зрения дисциплины? В чем эта дисциплинированность, если так проявилась? Ну, дисциплинированность – это понятие растяжимое. Есть игровая дисциплина, есть… Она включает в себя несколько компонентов. И в кокенном мире по-разному трактуется. Но основа – это, конечно, удаление. Как команда выполняет определенный план на игру. Смены. Вы сказали про план на игру. Вот так вот, вкратце, какой был план на игру сегодня? Что нужно было нейтрализовать в игре Югры, в первую очередь, чтобы одержать победу? Ну, наверное, каждая игра на выезде – это сыграть попроще, сыграть попроще в своей зоне и попытаться реализовать те моменты, которые ты создаешь, соответственно, в зоне соперника. Такой вопрос вот в воле регламента сегодня Гусев… Не регламент, а соглашение между клубами. Гусев не играл сегодня, но вы его так вот на первых порах определили в звено Шипачеву и Дадону. Сегодня Ковальчук сыграл в этом звене, и звено проявило себя ярко. Для вас дилемма теперь, кого ставить – Ковначука или Гуся в ближайших матчах? Нет, никакой дилеммы нету. Завтра мы тренировским штабом подумаем и решим, кто будет играть в следующую игру в этом звене. Последний вопрос, Сергей Александрович. Вот эмоционально видно на тренировках вашу заокеанскую манеру общения с ребятами, как вы по-доброму с ними пошучиваете, общаетесь где-то строго с ними, конфликтуете по-хорошему. Вот насколько сложно было вам, и продолжает быть сложно, перестраивать эмоциональную команду и настраивать на победу, и заставить напомнить, что СКА – действующий обладатель Гагарина. Это сложный процесс. Это не один день, не неделя. В этой ситуации и ребята, и мы, как тренинский штаб, пытаемся просто узнать друг друга поближе. И, соответственно, все ведется к достижению результата. Спасибо.